Большой праздник волейбола, иначе стыковые матчи университета и АСК не назовешь. Барнаульцы второй раз в своей истории получили шанс побороться за выход в Суперлигу. Если в сезоне 16-17 от такой возможности пришлось отказаться, в этот раз студенты приняли бой от команды главного чемпионата страны. Ожидаемо первые две игры со счетом 3-0 выиграли нижегородцы. Серия до трех побед переехала в Барнаул, и в начале этой встречи мало что изменилось. Дебютная партия прошла под диктовку АСК 25-14. Они играют гораздо чище, более системно, поэтому с такими командами тяжело играть. А поиграть против команды такого уровня это всегда классно. Для многих ребят это первый опыт. Во второй партии зрители увидели совсем другой университет. Команда начала строго играть в атаки, защите, а также блоки. И уже нижегородцы стали допускать ошибки. Студенты смогли впервые за три матча выиграть сет и сравнять счет. В третьем игровом отрезке хозяева имели все шансы выйти вперед, но проявили гостеприимство и упустили три сетбола, а затем и партию. Просто сказал, что ребята или сегодня, или еще завтра предстоит нам поиграть. То есть выбирайте сами, когда вы хотите уйти в отпуск. Сегодня или завтра. Или поедем еще и в Нижний Новгород и там еще сыграем. Тяжелый сезон и много игр уже и в Суперлиге. И еще эти переигрывочные игры. Я понимаю, что ребятам тяжело. Тяжело в первую очередь настроиться головой, чтобы выходить и показывать свой уровень. Четвертая партия стала заключительной в этой встрече. Все остались при своих. АСК сохранил прописку в Суперлиге. И университет остается в подэлитном дивизионе. Этот сезон и конкретно серия стыковых матчей показали, что студенты могут бороться с сильными соперниками даже неполным составом. Это и помогло коллективу Ивана Воронкова завоевать серебряные медали высшей лиги. У нас в этом сезоне не было только вот явного лидера, который бы звезда. У нас все-таки, почему результат неплохой мы показали, это все-таки командная игра. У нас, во-первых, и спортивная составляющая на хорошем уровне, и плюс еще в быту, в раздевалке, в зале, во время игры. Очень хорошая атмосфера у нас была в этом сезоне. Тренерский штаб университета уверен, что команде удастся перенести свой настрой на следующий сезон. В начале июня коллектив отправится в отпуск, чтобы затем вернуться и с новыми силами бороться за победы в высшей лиге. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко, Алексей Михайлов. Новости.